17 января на улицах Белгорода зажглись огни Олимпиады. Начал эстафету Олимпийского огня многократный чемпион мира по боевому самбо и смешанным единоборством, а ныне советник министра спорта Российской Федерации Федор Емельяненко. На одном из этапов передачи Олимпийского огня эстафету принял в прошлом спарринг-партнер Емельяненко и коллега по команде Александр Невский ОМК, трехкратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников. После эстафеты наша съемочная группа побеседовала со староскольским факелоносцем. Спортом я занимаюсь с детства и для каждого спортсмена, который не олимпийский вид спорта, я думаю, это очень честь большая, прикоснуться хоть как-нибудь к Олимпиаде. Вот я прикоснулся к Олимпиаде через огонь. Для меня это и для всей моей семьи это огромная честь. Огонь передавался именно с факела на факел. Здесь, если так немножко объяснить, стоит газовый баллон. То есть ко мне, когда подбегал человек, рядом с человеком бегут и со мной потом бежали всю дистанцию, четыре, как их назвать правильно, которые смотрели за огнем. У них были ломбадки именно с Олимпийским огнем. То есть если вдруг потух огонь, они подбежали и с этой ломбадки, именно только с этой, именно зажигали факел. И нюансы были единственные, что передавать слева руки, а не с этой правой рукой. И все. А так, конечно, эмоции, впечатления просто, можно сказать, так бешеные. Потому что люди все-таки, белгородцы молодцы, мне очень понравилось, добродушные. Все встречали людей, прям фотографировались, выпрыгивали. Ну, приятно очень. Со мной бежало много людей не из Белгорода. И вот они были все в восторге именно отношением, именно к Ливоте, кто нес к эстафете Олимпийского огня. Вся моя команда, Александр Невский ММК, все мои тренера, коллеги, можно так их назвать, все меня поддерживали. И я думаю, для них это тоже большая, наверное, честь, что вот я все-таки сегодня принес всем моим друзьям, всей команде на тренировку факелов, все с ним сфотографировались. Конечно, и мне приятно, и я думаю, им тоже. Я все-таки надеюсь, что сам БММА все-таки встанет в Олимпийский минус спорта. Может быть, не я, но мои коллеги, может быть, даже ученики когда-нибудь все-таки принесут в Старый Оскол Олимпийское золото.